так друзья всем привет так сегодняшний выпуск посвятим ремонту нашего нового аппарата запорожец поедем поставим аккумулятор поедем найдем зарядку попробуем прокачаем тормоза ну и так по мелочам сюда делаем продолжение следует поставил аккумулятор завелся вообще с пол пинка сейчас его полностью посмотрим она забирали вечером все друзья переключается дальше будем разбираться так ну что лягушонок прогревается вот так вот он выглядит при свете дневном состояние правда очень хорошее сзади вот такие две трубы колхозные сейчас все в порядок приведем тормоза найдем зарядку ну и наверное какой-нибудь обзорчик понял все-таки запилим все друзья погнали на истову так друзья ну что мчим на истову все запотело нихрена не видно тормозов нету вообще идем по приборам тихонечко сейчас доеем будем разбираться нашли первых хозяев этого автомобиля на самом деле в 2008 году продали с пробегом 12 тысяч на табло показывает 58 800 знаю может обломе не надо что вряд ли все продолжение следует не переключаемся ставим лайки так приехал в автомастер к пацанам опять ну вот здесь будем искать и зарядку и тормоза уже аппаратик нас уже уже готов поиском проблем после этого приступим к печке наверное будем искать как работает печка вот такая здесь печка интересно стоит бензиновая поюбаса будем разбираться съездили взяли предохранители и жигулевский замок зажигания у него боязнь камеры запорожец не нравится не нравится а так папу это папа будет на таких ездить всегда так жили в таком ключиками у нас там провода поворяется в образная четверка мощностью 42 42 лошадиных силы 1 и 2 объем ну-ка смотри лёг нормальная тема лампочку выкрутили лампочку украли лампочку украли это бензобак что ли да да нормальный украли Семен а что тебе машина не нравится это же просто это это лучше не придумать а 95 бензина лёг да по регламенту 80 а мы бахнем 95 что-то сзади загорается а это Жек надо будет что посмотреть эти дворники а свет появился нет это габариты зажигание зажигание процесс идет вот это зеленая вот это это печка получается там какая-то последовательность есть первое положение он там что-то нагревается потом продувается ну надо посмотреть Печку надо делать от рожденных да Печку да вот отсюда дует здесь дует вот заслонка вот она и вот здесь вот отсюда дует в нем жарко должно вообще сильно жарко ну прикинь то автономка габаста типа того бурдачочек ну опять руколапнуть так делаешь ну тебе что неинтересно что-ли? ручник не работает а? где-то говорит лунка должна быть тебе что неинтересно вообще-то не очень тут интересно все дома в телефоне лучше что-ли? не очень смотри аптечка еще такая совдеповская о слышь Лех здесь только жгут руки перетягивать привет так друзья я тут нашел ручки ручки нашел о ништяк так будут ручки Лех поставить а тут уже преды есть смотри запасные запасные что-то перчаток перчаток столько ну и что нормально это вот она на себя ну вот такая вот фигня не утягивается вот она должна за печку отвечать она крутится наверное нет пробую крутить нет 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 смелко старвай говорит выше 15 градусов по-моему температуру он неправильно показывает здесь вот что-то маслянка вот есть типа прочие как она называется прочие опасности типа ручника что именно нужно? ну просто покажи Жеке вам обозначение слева какие-то обозначения вот эта красненькая вот эта красненькая да Жека тут и замок зажигания есть схема такая замок зажигания джигулей ставим давай давай схема лампа контрольная работа генератора вот это вот да значит она теперь будет зарядка на нем идти что она заведет а зарядка сейчас пламенит да видал Серега глушаки-то спортивные я тебе поделаю ногой то есть получается лампочка отображает что зарядки нет уходят да уходят зарядка есть но какая-то лоховская да практически нет практически нет то есть то нет а должно на заведенную 13 с половиной да 960м С 1979 по 1994 год выпускались. Брежнев сказал, что машина хорошая, но чтобы в Москве я их не видел. Все остальные лишние провода. Все пойдут. Что, Олег? Вот, видишь, что он? Вот это вот реле поменял. Вот она. Вот это? Да. И зарядка появилась? Да. Интересно, где нам такой реле, если что взять? Вот она. А, он какой-то другой поставил? Да. Номер есть, наверное. Ну ладно, сейчас Жека посмотрит, что это надо. Лех, иди сюда. Откуда, говоришь, звук шел? Вот отсюда? Бубук-бубук-бубук, что-то, но. Тр-тр-тр-тр-тр, вот так, да? Нет, классно. Тык, и все. Ладно, посмотрим. Вот это насос, бирженасос электрический, 83-м году, блин. Ага. Оставился еще. Свеча накала, вот здесь заслонка, вот сюда поступает, вот здесь разбрызгивает, я так понял. А это глушитель. На, прочитай. Может быть. Второе будет запас. У меня, по-моему, два положения всего. Вот это первое положение, Жек. Вот он, вентилятор здесь маслает. Вот здесь заслонка. Вот второе. Вентилятор работает, а бензонасос не качает. Бензонасос должен трахтеть. Ну, а там. Что, с той стороны, где-то что-то там. Сейчас все убудет. Ну, вот он и не работает. А может зажигание все-таки? А, включи. Первое положение держишь, потом включаешь. Да, да, да. Первое он нагаляется, потом продувается. Как-то так. А первое? Нет, нету. Бензонасос. Питания нету на бензонасос. Бензонасос. Есть,л tenant. Какие швы? Готово! Что, отпускай масла есть? Или вырубил? Нет, точнее сейчас. Выключим еще. Проверим. Не на ту подцеплю, не на тот провод подцеплю, не правильно? В итоге что делать? Вот сейчас открутим и перезацепим на другой. Вон оно как. Так, ну что, друзья, поднимаем запорожек, посмотрим, что у него внизу, какое состояние. Нормально, не должен сорваться никуда. Замял? Сильно? Не надо заминать ничего. 845 килограмм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стартер очень низко находится, прям рядом с поддоном. Да, трубы, конечно. Интересный самопал. Да нет, состояние понормальное. Не такое, что на гнилой. Так, есть маленько для 1983 года. Вот она лунка, под лунку, отверстие рыбачит. Вот такая вот система здесь. Полностью независимая подвеска. Что-то вроде того. Смотри, как стартер низко находится. Вот втягивающий, вообще расположенный низко. Ну, я думаю, нормальная. Ты смотри, какая шлицевая лютая. Болтов не хватает? Да, у болта не хватает. Я говорю, стартер расположен так низко, да? Нет. Он просто гладкий внизу. Латурилишь так. Все. Ну что, старин, смотрим? Бери болгарку щеткой и начинать. Чтоб блестела. Да. Потом тут же закрасим. А что, может найдем такой болт? Закрутим? У нас лаком. Или мы не найдем такой болт? Найдем. Памяник найдем. Он же просто сквозной. Он же просто сквозной. Можно поменьше и это просто как бы. С той стороны тоже закинуть. Вот смотри. Посвети сюда. Что это такое? Дурка какая-то. Так должно быть? Да. А, ну да, так должно быть. Интересно. А вот это что у нас? Это как ограничитель, что ли? Ограничитель подвески. Типа стабилизатора. А, он за подъемник задевает. Ну что, ребятки, давайте прокачаем тормозную систему. Дурка отправляется для прокачки тормозов. Запускаем тебя в космос. Как педаль сбернул стоит. Дэрэй, а тут надо будет заводить его. Серега, у него вакуумника нету. Давай так, я насколько помню, сюда заводить его. Зачем заводить? Давай-давай. Серега, быстро не разгоняйся. Просто плоский. Вот это и преимущество на бездорожье. Потому что ничего нет. Нечего отрывать. Отвече потолили. Отвече потолили. Отвече потолили. Смотрим диск. Диск имеет характерный шов сваривания. Ну, наверное, раньше знали, что делали, да? Здесь даже ничего не побежало, да? Все, тормозики прокачаем и попрем. Да, интересные ограничители подвески имеет данный автомобиль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держи, Серега. Качай. Что, может, посмотрим уровень? Ушла, да, что не дергает. Потому что не накачал. Серега, покачай сейчас, посмотрим. Ну, ход хороший появился. Ну, ход-то появился. Ну, тут сейчас сыт, что там грит? Подвода, соответственно, его соттягивать. Протягивать надо все это. Ход-то появился хороший. Не было такого хода. Ага. Надо и туда, наверное, ничего не надо надевать. Нет? Вот он. Нет, 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 нет. Может, правда, его заводить надо? Для чего? Не знаю. Вот. Ну, в принципе, это же никак не должно быть связано. Может, подсос где-то здесь есть? А, вон, здесь шланг подсасывает. Светил, сейчас качало там. Было, да? Да. Тормозил, что ходит. Оттекла. Оттекла, Серега, ага. Ну, вот не держит этот порог. А джиги другой цилиндрик? Так, а что мы можем собачьей думать? Может, и джигулей как-нибудь, и собачьей здесь, нет? Да нет, джигулей, мне кажется, не пойдет. Или трубки там разные. Ключик дай. Нет, лучше отвертку маленькую. Так, сняли главный цилиндр, купили ремкомплект. Вот такой вот. Сейчас будем ремкомплект ставить. Так, стопор какой-то, наверное. Где? А, да, да, да. А ты там его положишь, что-то мы, Серега, делали. Главное? А, ну, нахуй. С третьей попытки. Сейчас будем ставить лемкомплект. Есть еще пять. Кисцы, да? Типов, да. Последние, живые. Типов, да. Музыка. Типов, да. Субтитры делал DimaTorzok Так, ну все Поставили ремкомплект От Жигулей подошел Устанавливаем Надеемся на чудо А то цилиндр вообще не работал, не качал Друзья, ну что вы это Позанимались маленько мы Нашим запорожцам По итогу Получается, тормоза мы так и не нашли У нас вот главный цилиндр Не работает Поставили туда Жигулевский ремкомплект Это не помогло Короче, тормоза мы так и не нашли Будем делать следующие моменты Купим Жигулевский, короче, тормозной цилиндр Сделаем вот здесь Переходники, что цера Потому что Вот на этих трубках на тормозных Шаг 12 Ой, шаг 1 на 12 А надо получается А на Жигулевском 1,25 на 10 Вот сделаем переходники, что цера Поставим Жигулевский цилиндр Я думаю, все будет работать По электрике Нашли свет Поставили замок зажигания Так что машина нормально сейчас Все заводится Свет есть Все нормально работает Ну, разберемся с тормозами И дальше будет уже обзор Так что давайте смотрите нас Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok